Добрый день, друзья. Продолжаем наши эфиры. Говорим о ситуации в Николаеве и Николаевской области. Говорим о войне и не только о ней. Сегодня наш собеседник Андрей Зинченко, доктор философии, адвокат, магистр госуправления. Рады приветствовать вас в нашей студии. Добрый день. Ну и собственно говорим сегодня вот о чем. В какой-то момент в Украине, вот собственно уже на фоне войны, таких достаточно активных военных действий на территории страны, актуализировалась общественная дискуссия по поводу владения оружием гражданскими лицами. Ну и собственно надо сказать, что эта дискуссия велась и ранее и до войны. Но тут наблюдаем такую вдруг вспышку и так дальше. Поэтому вот собственно об этом и поговорим. Не знаю, я как мне кажется, вот я не до конца понимаю природу. Почему именно сейчас эта дискуссия вспыхнула? Возможно у вас есть какая-то точка зрения. Тут надо в первую очередь обстоятельства учитывать. С одной стороны определенная группа лиц считает, что наличие оружия у населения будет способствовать общей обороноспособности, общей ситуации с преступностью и так далее. Даже не применительно к сегодняшнему моменту. А применительно к сегодняшнему моменту общая обороноспособность. Другая группа людей, которые являются, может быть, более профессиональными с точки зрения военных вопросов, они говорят о том, что у неподготовленного населения оружие на руках может привести к не позитивным, а наоборот негативным последствиям. У меня может быть. Вот по поводу обороноспособности. Ну мы видели в первые дни, когда началась российская агрессия, ну автоматы выдавались буквально, там не всегда даже люди паспорт показывали. То есть, по большому счету, в плане обороноспособности вот эта проблема решалась и без наличия этого оружия в руках граждан до начала боевых действий. И с последствиями этой ситуации мы будем сталкиваться, скорее всего, еще очень и очень долго. Еще раз хочу подчеркнуть, не факт, что наличие даже автомата у неподготовленного человека, который не проходил войну, службу, не учился, еще может позитивно каким-то образом отразиться на ходе боевых действий. Допустим, если они происходят в городе или, допустим, в каких-то других обстоятельствах. Поэтому мы на сегодняшний день фактически имеем ситуацию, когда действительно по населению пошло большое количество огнестрельного оружия. И где оно и когда при каких обстоятельствах всплывет? Большой и открытый вопрос. Если мы вспомним ситуацию с прошлой войны, то в течение десятилетий на руках находилось огромное количество, если не трофейного, то найденного в результате исследований черными археологами и всего остального оружия, которое продолжало стрелять и так далее. Правоохранительные органы достаточно часто проводили месячники по сдаче огнестрельного оружия. И любой сотрудник правоохранительных органов скажет, что, как правило, достаточно много приносили. На данный момент времени мы будем иметь последствия в виде широкого распространения огнестрельного оружия. Вероятнее всего, это тоже принимается к сведению. И именно в контексте того, что когда-то придется каким-то образом это все дело решать, замещать, например, вопрос тех же автоматов на те же пистолеты. То есть, каким-то образом придется мотивировать тех людей, которые захотят прикопать, как говорится, пулемет в садочку на будущее, для того, чтобы у них был мотив этот пулемет сдать. То есть, для того, чтобы он не был общественно опасным в перспективе. То есть, при любых обстоятельствах, мы знаем, варианты бывают разные. Внезапно на человека может нахлынуть. И варианты бывают очень, скажем так, неприятные. Хорошо. Давайте, может быть, небольшой экскурс в истории. В принципе, ну вот сама постановка вопроса, что, собственно, могут ли украинцы иметь оружие в доме. Ну, до войны украинцы могли иметь оружие в доме. Это могло быть гладкоствольное охотничье оружие. Это могло быть нарезное охотничье оружие. Ну, и был целый перечень граждан, которые там по роду той или иной деятельности имели право, собственно, иметь, носить, использовать при необходимости травматическое оружие. То есть, ну, собственно, это же нормативная база никуда не делась. Почему вот, ну, я не знаю, что случилось? Почему вот, может быть, немножко, на что мы действительно имеем право и так, независимо от войны? Все то, о чем вы только что сказали. То есть, у нас огромное количество людей, вполне на законных основаниях, могло прийти в магазин, оформить в дальнейшем разрешение и купить себе оружие. Этого оружия очень много. Более того, хочу сказать, что по состоянию на период после 2014 года, насколько я обладаю сведениями, спрос на такое легальное оружие фантастически вырос. Отдельные точки продаж просто не справлялись с этим спросом. То есть, у людей разные были мотивации. Я далек от мысли, что после 2014 года у нас возникло большое количество любителей охоты и рыболовства. Но ситуация, видимо, говорила о том, что люди каким-то образом пытались обеспечить себе возможную защиту. Причем, скажем так, речь может идти в том числе о простой бытовой защите. У нас огромное количество людей проживает в частных домах. В частных домах у нас люди проживают и всегда существует риск того, что в этот дом может залезть какой-нибудь там преступник. И в таких обстоятельствах люди, возможно, размышляли о том, что это поможет им каким-то образом себя защитить. Хотя на самом деле это оружие к этим действиям никакого отношения абсолютно не имеет. Да, огромное количество даже легального оружия на руках. Там, где его можно, его регистрируют через пуль гильзотеку и все остальное. Поэтому, скажем так, это то оружие, которое в криминальный оборот, конечно, может попасть и периодически попадает. Буквально недавно, мы помним достаточно громко, покушение на заказное убийство в городе Николаеве, которое было сделано из оружия, которое изначально было легальным, но за некоторое время до этого события было похищено у его законного владельца. То есть, оборотом оружия как таковым особых проблем ни в Советском Союзе, ни сегодня нет. То есть, черный рынок, он, к сожалению, существует. Там можно приобрести практически все, что угодно. Причем эта проблема касается не только нашей страны. Относительно недавно, я помню, буквально год или два назад, в Германии у какого-то коллекционера в подвале нашли самоходную гаубицу. То есть, физическое ее состояние было такое, что, конечно, музейный экспонат, тем не менее, по результатам экспертизы выяснилось, что с нее можно, в принципе, выстрелить. Понятно, что никто стрелять не будет, но у человека возникли достаточно серьезные проблемы, поскольку он фактически хранил незарегистрированное оружие. Я не знаю, что будут хранить наши колхозники по результатам сегодняшних событий. То есть, варианты, возможно, очень различные. Зенитный комплекс, панцирь. Ну, возможно, я скажу. Хорошо. Так вот, в чем все-таки, я не знаю. Есть ли какое-то рациональное объяснение того, ну, извините, хайпа, который вдруг поднялся. И Министерство внутренних дел через приложение ДИА проводит опрос в течение недели и получает там некую репрезентативную историю про то, что там тысячу миллион семьсот двадцать шесть тысяч украинцев через ДИА проголосовали, и пятьдесят девять процентов из них высказали за то, чтобы в руках у граждан было оружие. Ну, смотрите. В первую очередь, вы правы в том, что дискуссия существует достаточно давно. Но если ее так в общем и целом охарактеризовать коротко, то люди считают, что наличие такого оружия позволит им чувствовать себя спокойней, уверенней и, возможно, в случае чего, каким-то образом поможет себя защитить. Об этом мы поговорим чуть позже. Вопрос такой существовал всегда. Насколько он был острый? Опять же, такие вопросы очень сильно открыты. Но нельзя сказать, что прямо очень сильно у нас стреляют и нельзя сказать, что стреляют из того оружия, которое у людей действительно есть на руках. То есть это отдельные ситуации, как правило, криминального характера. То есть с этим более-менее все понятно. Что касается ДИА. ДИА – это замечательный, с моей точки зрения, инструмент контакта государства с непосредственно гражданином. К сожалению, он немножечко запоздал. То есть как бы с другой стороны в мире и аналогов-то не так, чтобы много было. То есть практически нет. У вас здесь ранее был Юрий Вишетник. Он непосредственно является гениальным компьютерочком. Мы еще в 2018 году с ним аналогичную систему обговаривали. Однако тогда она в серию не пошла. Теперь это ДИА. Значит, ДИА позволяет контактировать с людьми. ДИА позволяет осуществить прообраз прямой электронной демократии уже сегодня. То есть в чем, по большому счету, смысл? Почему у нас существует представительская демократия? В древнем полисе, да. Сначала было небольшое количество людей. Они все беспосредними, я кто кажу, голосовали по текущим вопросам. Со временем количество населения росло. Физически их анкитеатр не мог никаким образом вместить. Поэтому появились представители. Вот эти представители либо десятки, сотни, тысячи. Они принимали решения как делегаты. То есть это представительская демократия. Со временем она видоизменилась, однако на сегодняшний день до внедрения компьютерных технологий представительская демократия это, наверное, лучшее, что изобрело человечество в плане организации общественной жизни по инициативе снизу. Или, по крайней мере, по изучению этой инициативы. Есть такое понятие референдум. В Украине он, к сожалению, не прижился на данный момент времени. Они пока еще в европейских странах, особенно в Скандинавии, существует ситуация, когда их там бывает и по пять, и шесть в год. И они реально применяются, результаты этих референдумов. В Украине такого не было. И вот у нас появилась DEA, где мы регистрируемся идентифицированно. То есть, у оператора есть, скажем так, достаточно серьезная уверенность в том, что человек, который держит в руках этот конкретный телефон с этим носителем, это именно вы. И, соответственно, по вам известно все, начиная от возраста, заканчивая местом проживания, там, оперия локации, где вы вообще находитесь. И в этот момент времени есть прямой контакт, который позволяет отойти от представительской демократии и напрямую провзаимодействовать с населением. Для того, чтобы понять, например, а насколько отличается работа представителя от той точки зрения... Хорошо. То есть, вы хотите сказать, что, собственно, вот эта история с DEA, которую, собственно, Министерство внутренних дел проводило, это больше не про оружие, а про DEA. Это и про оружие, и про DEA. Почему? Потому что для того, чтобы DEA стала действительно тем инструментом, который позволит трансформировать со временем представительскую демократию в прямую современную демократию, необходимо внедрение, распространение. В военное время это ограниченный момент. Однако те инструменты, которые используют государство, оно сегодня позволяет привлекать людей в эту систему. Причем привлекать по-разному. То там выбирается какая-то точка зрения, куда двигаться. То сегодня мы выясняем по поводу оружия. То есть, как бы это момент, который позволяет разные категории населения привлечь в DEA. Что касается непосредственно самого оружия. Мнение населения тоже надо изучать. С одной стороны, миллион семьсот тысяч, это достаточно большое количество людей, которые смогли опросить. С другой стороны, насколько эта выборка была репрезентативной, не скажет на сегодняшний момент времени никто. Почему? Все-таки это была не тотальная выборка, не тотальный опрос. Все-таки население у нас больше. Мы убираем несовершеннолетних. Мы берем только тех, например, кто имеет право голоса в этом плане, по этому поводу. И все равно это не тотальное изучение общественного мнения. Если бы, допустим, это происходило по технологиям социологии, то есть, когда была бы определенная выборка взята, и именно этим людям, по вот этим критериям пришел этот опрос, тогда да, можно было бы говорить о репрезентативности. Здесь мы не знаем о репрезентативности. Так я вот вижу уже прямое последствие. Собственно, вот вы говорите, мы не знаем репрезентативности. Является ли она вообще-то история репрезентативной? А ведь сторонники уже скажут. Смотрите, 59% украинцев, ведь так же будет говориться, проголосовали за то, чтобы оружие было на руках. Причем, вот я прошу прощения, еще на что бы обратил внимание. Сами вопросы, вот, они какие-то достаточно общие. О каком оружии идет, например, Ильич? Ведь мы же говорили выше о том, что, собственно, под категорию охотничьего оружия в Украине попадал достаточно широкий спектр. Там автоматы Калашникова, винтовки СВД, все что угодно можно было приобрести, и это называлось охотничьим оружием. Ну, опять же, вот сейчас мы о чем говорим, когда проводим этот опрос? Здесь необходимо открыть учебник по социологии и выяснить, какие виды исследований вообще социологических бывают. Да, то есть, и здесь мы можем узнать, что это такое разведывательное социологическое исследование. Оно предварительно. Оно должно помочь поставить правильно гипотезу, сформулировать вопросы и так далее. То есть, это далеко еще не конец истории, это ее только начало. Более того, для того, чтобы понять, насколько вообще такая выборка может быть репрезентативна, я, опять же, из социологии приведу один небольшой пример. На сегодняшний день существуют в Соединенных Штатах Америки абсолютно авторитетные социологические исследовательские центры, которые позволяют с достаточной степенью достоверности изучить общественное мнение всего населения Соединенных Штатов Америки на выборке из 3-4 тысяч человек всего. Как показывает практика, результаты там действительно репрезентативны. Но только в том случае, если выборка сформирована по правильным критериям. Здесь мы пока формируем общие подходы. Вы правы, вопросы достаточно, скажем так, размытые. То есть, их можно интерпретировать по-разному. Мы видим интерес. Основная задача привлечь людей в дискуссию. Потому что когда есть дискуссия, может быть какой-то результат. Если дискуссии никакой нету, то потом возникают, например, законопроекты, которые могут уже вызывать дискуссию после. Поэтому на данный момент времени я считаю прекрасным сам факт того, что подобный опрос прошел. Люди заинтересовались. Я, кстати, ответил отрицательно. Чуть тоже объясню почему. Хотел показать результат, однако уже к настоящему времени там следующее голосование. Поэтому на данный момент времени важно привлечь людей в дискуссию и окунуть их в проблему. То есть, где-то, может быть, время выбрано с одной стороны удачно, с другой стороны не очень удачно. Однако, именно на результатах вот этих вот разведывательных исследований мы со временем будем формировать уже какие-то юридические категории и так далее и так далее. То есть, это начало. Я абсолютно на сто процентов уверен, что в ближайшие месяцы, а возможно даже и годы, каких-то реальных решений по этому поводу не будет. То есть, слишком много необходимо вопросов сначала сформулировать, потом провести определенные действия, в том числе исследования, и потом уже принимать какие-то решения. За последние пару месяцев я, например, вижу фантастический рывок вперед с точки зрения государственного управления, который заключается в том, что перед принятием тех или иных государственно важных решений на сегодняшний день, даже в условиях военного времени, государство начало более широко привлекать науку для формирования каких-то предварительных решений. То есть, в университеты приходят запросы, мы как сотрудники университетов там их формализуем, мы сказываем свои точки зрения и так далее. Ранее такого не происходило, сегодня такое есть. И вот эти вопросы в том числе для профильных научных учреждений, они будут в том числе предметом для изучения. Там очень много вопросов на самом деле есть. Один из главных вопросов, который, наверное, можно на сегодня задать, вы правильно совершенно говорите, огромное количество оружия на руках. Легального, нелегального, разного. Вопрос, а по статистике у нас сильно оно часто используется? По статистике нет. То есть, у нас нет огромного количества тех перестрелок, которых боятся, допустим, противники этого оружия. У нас нет тех трагических событий, которые, к сожалению, происходят в Соединенных Штатах Америки, в некоторых европейских странах. То есть, последние дни по этому поводу нам достаточно много новостей подкидывают, к сожалению, печально. Я прошу прощения. Ну, то есть, как говорится, мы же идем, ну, может и у нас это будет. Может и будет. А Соединенные Штаты, которые, ну, то, что называется, расстрелы там в колледжах, где-нибудь там в студенческих городках и так дальше, ну, это мы видим, просто визуально видим, благодаря там современным средствам коммуникации, средствам массовой информации. Но они же тоже как-то, они определенный путь прошли, чтобы прийти к этому. Сейчас, когда мы становимся на эту тропу, очевидно, там где-то вот там дальше или нет. Для этого, опять же, необходимо провести научный взгляд на вопрос. Ну, допустим, да, простейшая проблематика. Почему люди не совершают некоторые преступления? Да, кто-то совершает, кто-то не совершает. Есть три основных пути, которые объясняют, почему те или иные люди не совершают преступления. Первое, самое простое, это боязнь наказания. Есть деяние, за это деяние предусмотрена какая-то там санкция. И некоторые люди, может быть, и совершили бы преступное деяние, например, убийство, да, то есть одно из самых тяжелых преступлений, то есть в счет того, что Конституция провозглашает жизнь и здоровье граждан как основную ценность. Может быть, кто-то бы и хотел в определенных обстоятельствах такое деяние совершить. Между тем, он боится санкции, то есть до пожизненного заключения. То есть это сдерживающий фактор. Есть другая категория, менее, скажем так, уже радикальная. Есть люди, которые физически способны это сделать, у которых есть на руках это оружие. Однако они это не делают не потому, что боятся санкции, а потому, что они понимают, что существуют определенные правила, которые продиктованы и формализованы в праве, которые обеспечивают стабильность общества. И они не совершают преступления, потому что, зная, что не совершая преступления, они ожидают несовершения преступления от других адекватных людей. Здесь вопрос уже в воспитании, да, то есть что было заложено родителями, системой образования и в целом общественной ситуации. То есть эти люди понимают, что это общественно опасное деяние, они физически способны его совершить, однако они находятся на том уровне общественного развития, когда они понимают, что совершать его не надо для стабильности общества, несмотря на то, что могут. И есть третья категория людей. Это категория людей, которые не нарушают законодательство, в принципе, по привычке. То есть у них есть привычка не нарушать законодательство. Я всегда в этом плане привожу пример дорожного движения, например, в Европе, особенно в Германии. Нам всегда рассказывали, что пешеход ставит ногу на дорогу и все останавливаются. Да, останавливаются, но не потому, что все такие замечательно вежливые, потому что штрафы, компенсация в случае ДТП, проблемы с правоохранительным органом, они не стоят того, то есть проще остановиться. Когда несколько поколений людей проживают в таких обстоятельствах, они просто привыкают к тому, что есть правило, порядок, и вот он действует именно таким образом. Они могут даже не задумываться о том, какие могут быть последствия, они просто привыкли к тому, что правило надо исполнять. Поэтому на данный момент времени есть люди, которые не совершают общественно опасные деяния и так далее. Во многом, международно... Я прошу прощения, мы выше упомянули все-таки Соединенные Штаты Америки. Ну, по многим позициям, это же у нас такая эталонная демократия. Вот там и партии, и партийное строительство, и все, и представительские органы, ну и все-все-все-все. И оружие на руках, и трагедия, которая периодически происходит. Происходит. Как это сочетается с тем, о чем вы говорите? Сочетается, в первую очередь, по линии образования в широком смысле. Начиная от ситуации морально-психологической дома и заканчивая отношением общества. То есть, те события, которые, допустим, там, к сожалению, трагические происходят, бывает и в школах, бывает и в публичных местах. Наука ищет ответ на вопрос, почему это происходит. В каждом конкретном случае там происходит экспертиза. То есть, там, врачи соответствующие и криминалисты определяют, по какой причине криминологи определяют, какие факторы в конкретном случае привели к данному преступлению. Очень часто там, кстати, морально-психологический климат в коллективах. То есть, это, по большому счету, вопрос такой науки, как социология. То есть, малые группы какие-то, там, класс, школа. То есть, там, кто-то, кого-то каким-то образом, выражаясь современным американским языком, буллит. И у нас, кстати, в законодательстве тоже такой термин уже относительно недавно появился. И человек, допустим, когда он не видит другого выхода из этой ситуации, это не значит, что никогда нет. Он делает что? Он делает то, что ему кажется в данной ситуации поможет. Он берет автоматическую винтовку либо пистолет, которые ему доступны. Да. Я согласен с тем, что это крайне негативные проявления, которые есть. Но, с другой стороны, я же говорю, есть иные мотивы. То есть, если человек задумал ограбить, например, банк. Сегодня понятие ограбления банка – это такой уже атовизм, который уходит в историю. То есть, в банк нельзя просто так прийти. Там может просто физически не быть тех денег, которые кто-то хочет из него вынести. И вот он прибегает туда. И он знает, что у каждого посетителя банка может быть минимум маленький, а максимум достаточно большой пистолет, а не только у охранника. И в этой ситуации он может два раза подумать – это может быть сдерживающий фактор. Хорошо. А уйдет. Вы выше сказали, что вот когда, собственно, стартовало это голосование в ДИИ, вы проголосовали против. Совершенно верно. Почему? Я считаю, что в первую очередь необходима готовность системная к подобным вопросам. А к системной готовности к подобным вопросам относятся не только сами по сей люди и носители, которые будут в дальнейшем держать в руках это оружие. То есть, да, мы граждане, да, у нас там есть права, да, мы хотим себя защищать и так далее, и так далее, и так далее. Но есть еще целый ряд других факторов. В первую очередь, какая главная, например, проблема в этом есть? Это проблема юридическая, да, как адвокат я вам могу сказать. И, к сожалению, история города Николаева знает. Примеры, когда люди, которые защищали себя с помощью огнестрельного оружия, по результату подобной защиты, к сожалению, шли в тюрьму. То есть, как бы у нас есть достаточно громкое дело, я не хочу называть фамилии, однако касалось оно территории бывшего завода Нектар. Это было достаточно много лет назад. Я думаю, все могут вспомнить эту картину, когда человек был вынужден... Я тоже помню это дело, да. Да, когда человек был фактически вынужден применить оружие, потому что общество в тот момент времени не смогло создать условия, при которых он вынужден был бы его не применять. В итоге картина получилась такой, что, к сожалению, человек пошел в тюрьму. Да, санкция статьи по превышению необходимой обороны относительно невелика по сравнению с умышленным убийством. То есть, это разные квалификации и все такое. Значит, но в данном конкретном случае возникает очень большое количество вопросов. С формальной точки зрения, да, у нас законодательство нам говорит о том, что если это административный кодекс, что не является правонарушением, причинение кому-то ущерба в случае, если это направлено на немедленную остановку посягательств на общественные и частные или какие-то интересы. Соответствующим образом в уголовном кодексе стоит вопрос о том, что если существует риск, да, если существует угроза, связанная с правами, законными интересами и так далее, то можно применять самооборону, но только в рамках, которые достаточны и необходимы для того, чтобы здесь и сейчас такое посягательство установить. Мы с вами прекрасно понимаем, что вот эта тонкая черта по остановке, она очень тонка, более того, она субъективно интерпретируется, начиная от следователя, прокурора и заканчивая судьей. То есть, ну, естественно, там у адвокатов и у людей, которые участвуют в процессе, опять же, будет своя точка зрения. Там есть целый ряд нюансов, которые квалифицируют эти деяния. И очень плохо в некотором смысле то, что они подлежат субъективной оценке. То есть, у нас есть профессиональный судья, если речь не идет о каком-то особо тяжком преступлении, которое рассматривается там коллегией судей. Это будет судья, который единолично рассматривает. В отличие, например, от Соединенных Штатов Америки, где существует практика суда присяжных, суд присяжных рассматривает ситуацию в целом и дает оценку. В этих жизненных обстоятельствах человек поступил с точки зрения суд присяжных. Фактически, это небольшая репрезентативная выборка из общества. То есть, общество дает оценку его действиям. Либо этот человек вел себя неадекватно, либо в обстоятельствах, в которых он оказался, это был единственный путь. То есть, у нас необходимо проводить экспертизу и целый ряд вариантов. А там общество дает свою оценку. И если ты смог убедить общество, что ты действовал в условиях, когда действительно твоя жизнь, здоровье, жизнь твоих близких были в опасности или другие какие-то были обстоятельства. И вот эта вот выборка, она говорит в лице присяжных о том, что человек невиновен. Судья в дальнейшем... Ну, то есть, вы голосовали против, потому что вы как юрист, как адвокат практикующий, вы понимаете, что существующая законодательная база, она несовершенна, недоработана для того, чтобы граждане могли получить... Не только. Да, значит, хочу обратить внимание, значит, несмотря на то, что и административный, но административный как административный, и уголовный кодекс вроде как четко определяют, когда такие деяния являются обоснованными, когда они являются необоснованными, в конечном итоге пришлось аж целому Верховному суду выносить решение, в котором формализовать подходы к тому, когда деяния с применением оружия, например, могут являться не превышением необходимой самообороны. То есть, там три критерия есть. Первый критерий – это нападение с оружием, нападение группы лиц, и третий критерий, сейчас на вскидку, честно говоря, хотел быстро сказать, не помню. Значит, ну, первая очередь, это нападение с оружием, нападение группы лиц. Вот это основные критерии. Однако, даже в этих обстоятельствах, даже в этих обстоятельствах у нас возможны разночтения. То есть, в данной ситуации необходима законодательная работа, которая позволит четко разложить все квалифицирующие признаки, подходы, практику, учесть как Верховный суд, как суды на местах. То есть, практика на сегодняшний день есть достаточно большая. Несмотря на то, что у нас нету массовых этих случаев, тем не менее, они существуют. И если мы будем говорить об отдельной такой категории, как совершение деяния в состоянии сильного душевного волнения. То есть, опять же, необходимо, с одной стороны, вроде как, должна быть экспертиза, которая говорит, было ли состояние эффекта душевного волнения и так далее, либо не было. Второй случай, который я хочу вспомнить, даже в нашем городе, опять же таки, не очень приятный, когда по результатам рассмотрения дела в суде сторона, которая была недовольна результатом рассмотрения дела, применила оружие к стороне, которая дело фактически выиграла. Несмотря на то, что там могли быть какие-то дискуссионные нюансы в ходе самого дела, тем не менее, результат закончился, результат был достаточно негативный в этом плане. То есть, у нас в первую очередь... Автоматизация тех или иных критериев подойти к вопросу. Но это полпроблемы. Далее, эту базу необходимо каким-то образом стыковать с воспитанием потенциальных носителей. То есть, они должны быть с ней как минимум знакомы, они должны ее осознавать и так далее. Но и это всего лишь часть проблемы. Следующая часть проблемы, с которой мы можем столкнуться, может заключаться в том, а готово ли само государство к тем последствиям, которые могут возникнуть. То есть, например, у нас есть правоохранительные органы. Когда-то мы говорили, в среднестатистическом вызове сотрудники полиции не опасаются того, что на обычной бытовой драке может внезапно возникнуть огнестрельная... Но я прошу прощения. Сегодня они уже обязаны опасаться. Потому что каждый сотрудник полиции, выезжая даже на любой бытовой выезд, пьяную драку, что-нибудь еще, должен понимать, что вот там у кого-то из участников этой всей истории есть граната. Сейчас это уже так. К сожалению, да. Недавние события, опять же, в нашем городе показывают, что даже полиция охраны, которая выезжает по вызову, по сигнализации, может встретить, к сожалению, человека с огнестрельным оружием. Это пока еще не массовые ситуации, но как ни крути, как ни верти, а в руках у людей будет достаточно большое количество. Теперь вопрос, насколько морально и физически подготовлены сотрудники полиции к подобным вопросам. Я ни в коем случае не хочу сейчас давать оценки. Но практика такова. Если есть какая-то сложная ситуация, то, как правило, на эту сложную ситуацию выезжает специальный полицейский орган. То есть там раньше он назывался по одному, сегодня он называется по другому. Но там сегодня это у нас корт. То есть они выезжают, они подготовлены, они знают, как в этом плане работать. Не каждый полицейский на сегодняшний день может быть подготовлен к работе в такой ситуации. Более того, не все они, возможно, имеют практику реагирования на потенциальное использование тех или иных видов оружия, боеприпасов и так далее. То есть здесь мы должны четко и ясно понимать, что если есть человек, человек этот несет в первую очередь скрытно это оружие. Почему мы с вами в самом начале говорили, есть возможность иметь ружья, есть возможность иметь карабины, винтовки и так далее. Это все не скрытое ношение. Перевозиться в автомобиле оно должно в разобранном виде, в специальном чехле. И, скажем так, сделано это в первую очередь для того, чтобы не было возможности внезапно этим воспользоваться. В отличие от, как правило, подавляющего большинства пистолетов, револьверов, это скрытого ношения, он может появиться практически откуда угодно. И, соответственно, это несет уже дополнительные определенные риски. Соответственно, мы должны понимать, как с этим работать. Насколько общество в принципе готово к подобным вещам. И на сегодняшний день именно на эти вопросы должны давать предварительные ответы ученые, социологи, психологи, криминологи, все остальные. То есть это не значит, что вопрос оружия в принципе не актуален. Актуален. Одна раз существуют технологии, которые позволяют так или иначе подойти к его решению с учетом того, какие подходы выработало человечество на сегодняшний день. Наука, технологии и так далее. Те же самые Соединенные Штаты Америки. Замечательный штат Техас, в котором в преснопамятные времена еще оружие являлось чуть ли не второй кожей. Начиная с 2021 года на сегодняшний день. Позволяет любому гражданину, который достиг 21 года, не стоит на учете в правоохранительных органах. То есть там ни преступник, ни кто, приобрести это оружие и свободно, без ограничений, без лицензии, без обучения, без какого-либо практического опыта носить это оружие. В том числе и открыто. То есть вы можете идти по улице, вам навстречу может идти человек с кем-нибудь достаточно внушительным пистолетом. И это, кстати, не значит, что эти люди по каким-то причинам хотят иметь огневую мощь. То есть есть люди, у которых исторически так сложились подходы к предпочтениям. Вы можете любить фрукты, я могу любить овощи. Кто-то любит автомобили, кто-то мотоциклы. А кто-то, как в фильме «Полицейская академия» был такой незабвенный, сержант Таклберри, который очень любил оружие. И все ждал, когда он все-таки его применит. По сути, применять не было необходимости, но это было его, скажем так, место интереса. Огромное количество людей этим интересуется. Вот у нас тут даже книга есть, я с собой принес. Это «Википедия оружия нашего детства». То есть в докомпьютерную эпоху мы изучали, собственно, мировое оружейное производство по таким вот книгам. И на сегодняшний день кто-то изучает это исключительно с научной точки зрения. Кому-то хочется потрогать, кто-то хочет, может быть, где-то даже в тире пострелять. Есть огромное количество людей, которым нет необходимости обладать этим оружием с целью его какого-то применения. Человеку просто хочется иметь вот такой элемент в своем. Кроме книги вы принесли еще и дозвол на сброю. Да. Это ваш? Да, это мой. То есть сброя у вас все-таки какая-то есть? Газовая. Исключительно газовая. Но вы как адвокат можете иметь травматический? Еще пока не могу. На данный момент времени действительно существует научная и общественная дискуссия по поводу того, что отдельные категории граждан определенных профессий должны иметь возможность с целью самозащиты легально приобретать специальные средства для отстрела. То, что в простонародье называется резиновый пистолет или травматический пистолет. Значит, адвокат на сегодняшний день еще пока законно такой возможности не имеет. Имеют другие категории людей, в том числе журналисты. Не могу я сказать, что большое количество людей, тех, кто имеет право, на самом деле носит это постоянно с собой. Однако история, в том числе и нашего города, знает огромное количество условных дружин по защите правопорядка, которых в глаза никто не видел. То есть с противосамолетным прожектором днем найти этих людей невозможно. Однако по каким-то причинам они имели возможность покупать эти спецсредства. С одной стороны, вроде как это статистика, которая позволит нам потом посмотреть, насколько они применялись по делу. С другой стороны, это не первый случай, когда население могло массово покупать эти самые спецсредства достаточно свободным образом. Я не думаю, что я открою достаточно большую тайну. Любой сотрудник нашего научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВС Николаевской области расскажет о том, что когда-то в районе 2000-х годов начала, когда в Киеве, там, по-моему, под Васильковым, если не ошибаюсь, открылось производство пистолетов газовых Шмайсера модели 790, первые самые серии этих пистолетов, они были двойного назначения. То есть они могли отстреливать как спецсредства, то есть тизиновые патроны, так и газовые. Значит, разница заключалась в том, что в первых сериях этих пистолетов ствол не нужно было кустарным способом переделывать из газового в резиновый. То есть рассекатель там просто банально выкручивался отверткой. То есть как бы это абсолютно общеизвестный факт. И огромное количество людей в начале 2000-х годов покупали себе ПГШ 790, незабвенный пистолет газового Шмайсера, тут же вкручивали туда ствол, который позволял стрелять резиновыми патронами, и массово, опять же таки, покупали эти резиновые патроны, и ходили там, носили эти пистолеты с собой. То есть у всех были цели разные. Я не помню огромного количества в то время случаев применения данных в спецсредств с какими-то, ну скажем так, далеко идущими последствиями. Это очень важный момент. Почему? Потому что я лично считаю, что вот именно этот нюанс должен быть чем-то вроде ступеньки между ситуацией, которая есть сегодня, и ситуацией, которую МВД выносит на общественное обсуждение через нюанс. Иметь возможность протестировать отношение общества к свободному ношению и приобретению оружия на чем-то, что не будет иметь таких последствий в случае, если окажется, что это решение ошибочное. Опять же таки, если мы чуть-чуть обойдем этот вопрос с другой стороны, посмотрим на него, то пистолет, собственно, в Цивильном кодексе, это открытым украинским языком написано, является объектом повышенной опасности. Значит, если он является объектом повышенной опасности, это равно как и автомобили, равно как и собаки бойцовских пород. То есть там есть ряд категорий вещей, которые являются объектом повышенной опасности. Для них необходимы определенные правила, в первую очередь даже хранения и ношения. То есть мы не говорим о том, кстати, как ранее выдавались разрешения на приобретение того же оружия. Я думаю, не просто так была разогнана разрешительная система некоторое время назад. Были там, видать, свои упущения и перегибы на местах. Однако, если мы посмотрим на ситуацию с теми людьми, которые в свое время это оружие получили, огромного-то количества действительно негативных событий не произошло. Поэтому вопрос заключается в том, как общество на это отреагирует. Если окажется, что общество реагирует адекватно, то есть нету ситуации, когда как с объектом повышенной опасности, как автомобиль, человек принимает решение посидеть сегодня с друзьями и выпить спиртные напитки, когда знает, что у него в кармане пистолет. То есть, например, должны существовать какие-то правила о том, что если при тебе есть то, что ты легально вроде как можешь носить и купить, то есть, если это огнестрельное оружие, а тем более как бы под боевой патрон, то ты не можешь находиться в состоянии алкогольного опьянения, потому что ситуация мало чем отличается от управления транспортным средством, самолетом и так далее. То есть, это один из нюансов. Поймали пожизненное лишение права ношения. То есть, как бы, опять же, мы возвращаемся к началу. Но общество должно быть готово, в том числе, ментально и с образовательной точки зрения. Но даже если ситуация будет до такой степени негативная, то если попытаться провести этот вопрос через предварительно разрешение свободного ношения спецсредств, так называемых, да, то есть, этих самых резиновых пистолетов и так далее, то мы можем на практике без существенных последствий попытаться оценить, насколько это вообще будет уместно или неуместно. Ведь, как ни крути, как ни верти, а травматические эти патроны, они летальность имеют относительно слабую, да, то есть, они разрабатываются с такими там энергиями и так далее, то есть, их тестируют для того, чтобы останавливающая сила была, но летальности не было. Хорошо. Ну и подводя итог разговора. Ну, может быть, что некая такая черта была подъединена. Но вот мы поговорили об упыке Америки, и вы достаточно подробно на этом, Соединенных Штатах Америки, вы достаточно подробно на него остановились. А что у наших соседей, собственно, вот в Восточной Европе, какая практика? Можно ли несколько слов сказать по этому поводу? То есть, чтобы посмотреть, что у нас, мы где-то ментально ближе все-таки, вот, собственно. В подавляющем большинстве случаев открытого ношения краткоствольного оружия, то есть, ну, по сути дела, пистолетов-револьеров нет. Более того, если мы посмотрим на картину, там, допустим, с наших европейских коллег, то мы обратим внимание, что за последнее время там, в результате определенных общественных событий внутри стран, то есть там, в том числе и миграционных процессов и так далее, там в некотором смысле усложнилась криминогенная обстановка. И вот те ролики, которые мы периодически можем видеть в сети, мы, когда их смотрим, мы видим, что в таких, например, странах, как Швеция или там Финляндия, далеко не всегда наряд полиции, прибывающий на хулигана, на банального, то есть готов к тому, чтобы применить к этому хулигану вообще, в принципе, какую-то силу. То есть, у них все идет из того, что, да, жизнь, здоровье одно ценное, то есть надо человека сначала попытаться убедить, уговорить и так далее, может быть, там, применить к нему силу руками, но ни в коем случае не оружием. Оружие это в последнюю очередь. И ранее там таких случаев просто не было. В огромном количестве европейских стран эти вещи являлись из ряда вон выходящими. Поэтому вопрос о свободном ношении оружия там, в принципе, не стоял. У них мировоззрение другое, им это не надо. То есть человек находится у себя дома и в абсолютном большинстве случаев, по крайней мере, до последнего времени, он даже решеток не имел на окне. То есть его не беспокоила ситуация, когда к нему может кто-то залезть и не дай бог там ограбить или еще убить. Что касается тех же самых США, я хочу сказать, что как адвокаты изучают там определенную практику. Там существует тоже очень большое количество нюансов в плане того, каким образом интерпретировать права, обязанности и так далее. То есть там вот было достаточно громкое там несколько десятилетий назад дело. Оно, в принципе, вошло практически в учебники в некоторые. Когда внешняя ситуация выглядела следующим образом. Пара отдыхает у себя дома ночью, то есть к ним залазит какой-то преступник. И фактически мужчина там пытается защититься. В ходе борьбы преступник убивает его жену и мужчина убивает потом преступника. То есть через много лет, благодаря сложным экспертизам, выяснилось, что все было совершенно не так. Хотя представлено все было именно таким образом. Получается, с теоретической точки зрения человек подогнал картину под то, что у него дома... Кстати, вот тот третий фактор из решения Верховного суда. Проникновение в жилище, в ваше жилище. То есть быстро хотел сказать, вернемся на секундочку. Там нападение вооруженного человека, нападение группы лиц и проникновение в ваше жилище. Так вот на этом примере, там было явно видно, что вроде как человек проник в жилище. В ходе драки произошло вот такое трагическое событие. Как потом оказалось, все было несколько иначе. Мужчина пришел домой, застал свою жену с посторонним. В результате убил обоих, представил это все как нападение в его доме. То есть очень много нюансов. Все опять же таки зависит насколько... Хорошо, подойдет только разговор. Ну то есть надо понимать таким образом, что нас в любом случае еще ожидает общественная дискуссия. Однозначно. Б. Доработка законодательной базы. И вот опрос, который проводило Министерство внутренних дел через приложение ДИА, это собственно часть подготовки общественного мнения к этой общественной дискуссии. Совершенно верно. То есть это разведывательное исследование. Наука, социология четко называет такие действия. Спасибо большое, Андрей Игоревич, за интересный содержательный разговор. Спасибо. Всего доброго. Удачи вам, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok